Всем привет! Сегодня я решил заняться моей старой-старой рамкой, которую я делал давным-давно ради такого фана, эксперимента. Вот, это Z-геометрия. Как помните, со Стасом мы делали похожую раму. Эта рама была сделана из старт-шоссе. Это мой самый один давний проект. И сделал я гораздо ее раньше, чем сделал ее Стас. Потому что тоже нравится эта геометрия. Она очень аэродинамичная, красивая и привлекает к себе внимание. Вот, а что я хотел доделать? Ради эксперимента, ну и это была большая ошибка, я здесь переделал рулевой стакан. Он очень маленький, посмотрите, здесь порядка 5 сантиметров. И это, я считаю, его большой проблемой, потому что сюда не подобрать вилку. А рассчитывал я эту вилку для установки обычного квила. Этот квил и вилку теперь подобрать очень сложно. Поэтому, так как у меня появился теперь вот этот стакан от Стаса, я срежу узел и его припаяю сюда. Вот внутрянка рамы. Тут стояла накладочка, я ее выстрелил и выпилил. Вот, если можете обратить внимание, на ту дальнюю стенку. Там есть немножко припоя. В общем, что доказывает, что я не такой плохой был сварщик в то время. Пропаялся внутренний шов, что очень даже хорошо для рамы. А вот, что получается с коррекцией, с трубой. Зазорчики тут, ну, порядка миллиметра, где-то даже плотнее. То есть, меня это полностью устраивает. Мы же не делаем рамы за 2000 долларов. Поэтому тут можно чуть-чуть делать попроще. Это спокойно опаивается. Такой стакан будет. Ну что, зачищу, приварю. Прошелюсь здесь дырки для вентиляции. И все будет ок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой рулевой стакан получается. По-моему, смотрится офигенно. Особенно с этим большим вырезом. Вырез у меня остался от стелса, потому что там была одна только центральная труба, что касаемо вот этой вот херни. Я не стал здесь опаивать много припоя, а сделал как на Пежо. Минимум припоя, чтобы только маленькая галтелька была. Этого хватит, потому что здесь очень большая площадь сварка, площадь сварки, пайки. Вот, кстати, еще никак не научусь паять вот такие плоские элементы к трубе, потому что они припоят, начинают куда-то убегать, не в нужную сторону. Но я думаю, просто сделаю двухслойной эпоксидкой. Намажу, отшлифую и покрашу потом. Потому что выравнивать все это смысла нет. И, тем более, труба вот такая вот изогнутая, ребристая, получается. Пайка здесь хорошая, а вот эстетически выглядит сейчас не очень. Поэтому перейдем к замене вот этой вот нижней части трубы. Вторую часть я срежу, а вторую часть буду делать гораздо длиннее из пера вилки. Она будет где-то приходить сюда. Ну, и в этом же месте стыковаться с нижней трубой. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok